Ребят, всем привет, меня зовут Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и вышло, ребята, обновление в Shadow Fight 2 Ночь Колдостова. Моргана вернулась с новым подкреплением и новыми тайнами, в общем, как вы уже догадались, это обновление посвящено Хэллоуину, ну и, конечно же, под этот праздник нужно что-то выпустить и в очередной раз. По-моему, уже каждый, каждый год выпускается, уже стала традиция Shadow Fight 2 выпускает какие-то обновления, дополнение это, конечно же, приятно, потому что я уже, на самом деле, не надеялся, что какие-то обновления будут в этой игре, тем более, друзья мои, мы стали проходить Shadow Fight 2 заново. Ребят, если вы хотите, чтобы я продолжил, то давайте как можно больше лайков наберем под этим роликом, ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан, друзьям, раскрыть колокольчик, нажмите и, конечно же, поставьте большой палец вверх, лайк, да. Что нового? Что нового? В подземелье вновь пришел Хэллоуин, узнай продолжение истории Морганы. Хэллоуинский рейд, сразись с колдунью и получи предсказания, зарабатывай жетоны ворона, занимай призовые места в рейдах, покупай кошмарный сундук и эликсиры. Распродажа в лорцах хранителя душ, который мы, в принципе, покупали и потратили на это, ну, порядка 6 тысяч рублей, это было, это было страшно, но, тем не менее, спасибо моим донателям, зрителям, это было на стриме, там было порядка 150 человек, зрители, это для меня много, поверьте мне. Набор зловещего ворона ждет новых игроков во второй зоне, ммм, ребята, между прочим. Новые уникальные вещи, успею урвать свой приз, подчищены падения в боях, щедрые скидки, пимизация, исправление багов, усиление защиты от взлома. Это не самое для нас лучшее новость, но, тем не менее. Моргана вернулась, подкрепление новыми тайнами, так, ключ от Хэллоуинского рейда. Ребят, у вас доступен Хэллоуинский рейд, кайф. Добывай жетоны ворона в бою с ведьмой. Выиграй жетоны ворона в праздничном рейде, покупай сундук и эликсиры, они дают усиление в рейдах. Ну, давайте сразу в рейд, наверное, да, типа, если... Почему нет? Оу, это твое подземелье? Ты очень плохо за ним следишь. Здесь такая тонкая паутина времени, без слез не взглянешь. Паутина времени? Хм... С такими вещами опасно шутить. Лучше уходи. Обитатели подземелья не обрадуются тебе. Ерунда. Что может быть опаснее дыры во времени? Мои пауки и ткачи сейчас все сделают как надо. Овещий ворон пока накаркает судьбу каждого. Что происходит? Мысли путаются. Я забыл проповедь, которой готовился год. А это вороне карканье сходит с ума. Я сегодня почувствовал себя таким старым. А мой брат теперь вопит, как младенец. Это безумие. Мы ведь бессмертны. Я больше не вижу линии судьи. Будущее сплетается передо мной в клубок. Все запутывается. Создатель, ты проклял меня? Угу. Говорю тебе. Уходи. Больше не возвращайся. Они скоро поймут, что это твоя вина. Ни пауки, ни фамильяроны вороны тебя тебе тогда не спасут. Поймут. А может и нет. Ведь кто не видит будущее, тот слеп и без помощи. В моих руках нити времени, а в моих руках пара козырей. Одна из самых распространенных ошибок неопытного администратора заключается в покупке скрипта через посредников или у неизвестного поставщика с сомнительной репутацией. PHP Market занимает лидирующие позиции среди интернет-магазинов, реализующих свои скрипты. Магазин работает с 2012 года и насчитывает более 5000 продаж и столь же довольных клиентов. У них вы сможете выбрать подходящий вам уже написанный ранее скрипт, из имеющихся в наличии, либо вы можете заказать индивидуальный проект или хайп под ключ, удовлетворяющий все ваши желания. Скрипты Kiwi-умножители, хайп-шаблоны, скрипт-буксы или даже выбрать эксклюзивное предложение полностью сформированный проект. Выбрав PHP Market, вы играете в себя от многих ошибок, которые можете допускать в начальном этапе. Ссылка в описании. Наверное, здесь какая-то ошибка, потому что, наверное, в твоих руках нет и времени, а в моих пара... А в моих рукавах пара козырей это очень странно как-то, согласитесь, я даже не сразу понял, что и как здесь. День! Эта ведьма опять хозяйничает тут со своими пауками. Она запутает время так, что концов не сыщешь. Только ты сможешь ее одолеть! Жалкий старик, я могу разорвать нить твоей жизни одним взмахом. Но ты приходи и своего ученика захвати, посмотрим, чего он стоит в бою. Ну что ж, диалоги закончены. Скидка на Nintendo Switch. Но у меня, кстати, Nintendo Switch нету. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы у меня появился Nintendo Switch и, соответственно, я снял ролик, то пишите в комментариях, сделаем, что, как там вообще, кто-нибудь вообще играет на Nintendo Switch, я не знаю, ребята. Напишите в комментариях, на какой платформе, то есть я имею в виду, на какой операционной системе вы играли или играете до сих пор в Shadow Fight 2. Это iOS, Android, Nintendo Switch, Windows, какой-нибудь, я не знаю. А ну-ка, еще платформа бывает эта игра. У нас полный запас ключей. Нет необходимости восстановления вперед к новым победам. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Но нихрена не находим. Ух ты, кстати, он поменялся. Между прочим, у нас есть клан в этой игре. Раньше он кругленький, по-моему, был. Сейчас какой-то такой стал жесткий. Ну, типа такой прям... Ну, вообще, в общем, некрасиво. Как будто бы Shadow Fight 2 из macOS превратилась в Windows. По красоте, я имею в виду. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Так, дракоина, тенебрис, а где, а где, а где, а где, а где? Серьезно, а где? Так, ну вот, мегалит, фунгус, вортекс. Ну что, друзья, между прочим, сейчас очень хорошая скидка на ларь хранителя душ. Это один предмет из сета Стража. Мы его уже, в принципе, покупали и вроде как нам не нужен. Но, но, друзья, здесь появился кошмарный сундук. Ребята, кошмарный сундук. Появился хоть что-то новое в этой игре. Содержит случайный хэллоуинский предмет. Так, еще есть что? Еще есть пачка паучьих ключей. Выглядит, кстати, классно. Блин, вы вот рисовать умеете красиво, ребята. Респект вам, серьезно. Вы, блин, это классно выглядит. Просто зацените, просто... Вау! Классно, правда, мне нравится. Кошмарный сундук. Ну, что ж, ребятки, давайте попробуем приобрести кошмарный сундук. Надеюсь, у нас хватит... Надеюсь, у нас хватит бабла, чтобы купить. Так, кошмарный сундук. То есть, вот это вот... Вот это вот тыква, скажем так, на бошку. Шляпка на бошку. Какая-то хреновина на бошку. Короче, все на бошку. Ладно. Здесь, конечно же, есть какие-то другие предметы мундирования. Ну, что ж. Ну, что ж. Зачем мне эти ключи? Короче, покупаем. Предмет успешно куплен. Окей. Короче, мне, получается, выпал один вот этот вот ключ. От паучьей. И оружие паучье или не паучье. Я не знаю, смысл есть ли покупать что-то еще. Но, по крайней мере, давайте наденем. Давайте наденем это. Это. Просто это. Так, попробуем, собственно, улучшить. Так. Таким вот образом делаем. Мы, короче, странные вещи делаем. Я просто хочу экономить вот эти вот кристаллы. И поэтому я еще использую вот эти вот штуки, типа монетки. Хотя они здесь выглядят как-то очень странно. Раньше, по-моему, было как-то логично. Ну, более логично они, мне кажется, выглядели, чем сейчас. Так. Предмет улучшен. Лезвие вечной боли. Лезвие вечной боли. Как эпично это называется, конечно. Так, ну что, давайте попробуем зачаровать. Хочу. Так, у нас вот есть отравление уже. Нам нужен мифический, на самом деле, рецепт. И что здесь у нас есть? Есть ярость бури и тайфун душ. Нам нужна ярость бури. Зачаровать сразу. Так. Ах ты ж, е-мое. Она зачаровалась не на то, что нам нужно. Окей, ладно. Мифический рецепт. Снова применяем. Зачаровать. Еще десяточку тратим. Блин, жалко. Да, все, теперь нормально, ребят. Теперь нормально. Теперь у нас активно, что у нас? Ярость бури, это, по-моему, самое лучшее, что здесь есть в этой игре. Хотя, смотрите, здесь вот, сейчас еще раз вам покажу. Здесь вот есть еще какое-то каменное оково и опаляющее светило. Каменное оково и опаляющее светило. Когда эта штука появится? Вообще, появится ли когда-то? Я не знаю, ребят. Я бы хотел это увидеть при своей жизни, скажем так. А то, блин, сколько лет я уже играю в нее, но до сих пор этого нет. А знаете что, друзья мои? Я сошел с ума. Я сошел с ума. Максим Шубин официально сошел с ума. И он покупает еще один кошмарный сундук. Надеюсь, там будут какие-то еще предметы. Короче, покупаем. Предмет, конечно, куплен. Так, у нас теперь еще шляпка, ребят, будет. Я хочу, наверное, собрать полный сет. Полный сет я хочу собрать кошмарный. Или не буду его собирать. Короче, в любом случае, в любом случае. Просто я кучу бабла потрачу. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Распространите максимально этот видос. Иначе я с ума сойду после этого ролика. Серьезно, потому что я тут трачу такие бабки. Просто. Просто жесть. Так, предмет успешно куплен. Так, теперь у нас есть еще какая-то хреновина. Я не знаю, куда она вообще надевается. Как она надевается? Она куда надевается? Она, по-моему, вообще никуда не надевается. Слышь. Или нет? Подожди. Это типа тоже шляпка, короче. Короче, у нас две шляпки, ребят. У нас есть злющий овощ. И у нас есть призрачный колпак. Это очень забавно. Выглядит, конечно, ребят. Но окей. Покупаем. Еще там что-то еще есть ведь, да? Или нету? Так, ну вот есть какие-то еще хренотени. Короче, я сумасшедший. Я покупаю еще, ребят. Я сумасшедший. Просто мега супер крэйзи, ребят. Мега супер крэйзи. Это сумасшествие. Это полнейший сумасшествие, ребят. Пожалуйста, поставьте лайк, ребята. Подпишитесь на канал, друзья. Скажите колокольчик, нажмите и скажите, что я делаю это правильно или нет. Так, вот у нас еще мрачная накидка есть. Окей, хорошо. Что нам еще могут дать? Вообще что-нибудь еще могут дать? Ну да. Да, могут нам еще какую-то хреновину дать. Ну в плане оружия. Есть еще оружие. Так что да, давайте еще купим. Еще пойдем покупать, ребят. Я еще пойду покупать, потому что я сумасшедший. Так, у нас вот есть еще одно оружие. Что я творю просто? Просто сумасшедший, ребят. Я просто супер мега крэйзи. Мне кажется, я все уже приобрел. Так, у меня это есть. Это есть. Это есть. Это есть. Мне кажется, я все купил, ребят. Я все купил. Больше не буду покупать. Все, ребят. У меня все есть. Короче, я не знаю. Давайте будем тоже оружие тестить. В принципе, ребята, давайте наберем хотя бы 100 лайков. Всего лишь 100 лайков под этим роликом. И тогда я буду тестировать каждое оружие отдельно. И в этом ролике будет какое-то одно оружие. Потому что, ну, все сразу. Это слишком уж, да? Как мне кажется. Так, ну давайте что-то. Не, давайте хотя зачем? Зачем? Стоп. У нас же есть уже оружие, да? У нас же есть уже оружие. Ребята. У нас уже есть оружие. Между прочим. Между прочим. Оно как раз таки зачаровано. Все по красоте. Все классно. Так. Мрачная накидка. Ну, я не буду ее надевать. Я тоже, опять же. Давайте, ребят, в другом ролике, короче, в отдельном ролике будем это все тестировать. А пока, пока оставим как есть. Ну, и предвесник безумия тоже на следующий ролик. Давайте так вот сделаем. Окей. Надеюсь, вы не против. Просто я хочу как бы все это дело затестить. Чтобы у нас было все красиво и классно и прекрасно. Так, это не то, это не то. На самом деле, лезвие вечной боли, это же то же самое, что серпы. Только чуть-чуть по-другому выглядит. Ну, реально, ребят. Ну, реально. Так что, вот, собственно. Ну, короче, лезвие вечной боли тестируем. Ребят, погнали. Друзья, я не знаю, почему нету Морганы в рейдах. Она, вроде как, должна быть во втором Ярусе или где она должна быть. Сейчас посмотрим. Ну, вот тут пишут, что хэллоуинский рейд сразись с колдуньей и получи предсказание. Где ты? Где ты? Ребят, я не знаю. Ну, давайте просто сразимся, наверное, сенебриз. О, кстати, прикольная тема появилась. Типа, найдено игроков сколько написано. Типа, собираем рейд и сколько игроков найдено. Это прикольно. Раньше такой штуки не было, так что за это тоже лайк. Лайк, ребята, просто лайк. Слушайте, за это лайк. Один игроков 4 из 6, 5 из 6. Ну, чё, ещё одного-то игрока не можем, что ли, найти. В чём проблема? Ух ты, ребятки, ну что ж, получилось. Только посмотрите, какие баги, короче. Сразу бакцы, бакцы, ребята. Баги, куда же без багов? Без багов никуда, ведь это Shadow Fight. И без багов он невозможен. Короче, Shadow Fight 2 без багов невозможен. Поэтому я, короче, вот таким даже образом сделаю, чтобы было лучше, наверное, слышно игру. Так сказать. Ухлодясь от магии противника. Это вообще как? Так, ага, хорошо. Пару раз по башке. Можно ещё немножко вот этот применить. Замечательный. Ну, кстати, прикольное оружие. Ну, типа, это по большому счёту серфы, но оно мне нравится. Просто потому, что новое название и всё. И новый скин, грубо говоря, меня завалили. И нам, на самом деле, правда говорили, что нужно уклоняться от этой магии. И мы как-то немножко не воспользовались этим советом. Ребят, смотрите, какой баг просто, ребят. Багетик, багетик. Я не знаю, у вас есть или нет. У меня он есть. Возможно, из-за этого бага как раз я пока что не вижу. Я пока что не вижу Моргану. И это неприятно. Это очень неприятно. Я, короче, в любом случае доиграю с Тинебриз и перезапущу игру. И посмотрим, что там будет. Может быть, появится Морган или нет. Так, ну что ж, раскаленная земля. Три, четыре, два, два, два. Ой, надо прыгать, 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 прыгать. Надо прыгать, конечно же. Давай. Ой, кайф. Просто кайфовый. Приёмчик сейчас был. Так, прекрасно. Ой, слушайте, хорошо. На самом деле, очень даже хорошо. Мне прям реально нравится с этим оружием хигачиться. Это как будто бы я против Титана, такого мини-Титана. Хигачусь, и всё достаточно неплохо получается. Оп. Красавчик, прям красавчик. Ну, дальше уже всё. Опять же. Юлус? А чё? А чё? А, типа, наверное, я просто не прыгнул. Ну, в любом случае. Набрать на лист, брат. Броттл стайл. Задивай рейд. Ну, окей. Оу, инвертированное управление. Это сложно, друзья. Это прям реально сложно. Не люблю. Не люблю. Искренне. Ну, ладно. Так, это всё низом получается, да? Мне надо. Песец. Но я и справился. Я справился. Я сильный. Мощный. Сочный. Ну, слушайте, оружие прикольное. Мне оружие нравится. Это, по сути, серпы. Но, тем не менее, оно мне всё равно больше нравится. Просто потому, что это новое. Вот и всё. Вот и всё, друзья мои. Шутер. 94, между прочим, сделал. Может быть, оп. Может быть, оп. Красава. Это он мне, да? Это сейчас он меня, да? Отмудохал. Но, в любом случае, неплохо. В любом... Хотя тысячи... Подождите, я думал, две тысячи. Как тут мало. Так, ну, ребят, всё. Короче, добивание. Но тут чувак вообще, короче, больше семейка набрал. Это жёстко. Это мощно. А мы так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по маленьку надо добить теперь. Итак, индикатор здоровья скрыт. Это тоже не очень приятно. Но, надеюсь, это не прям критично. Ой-ой-ой-ой. Пошёл ты. Шлемантию. Так. Прекрасно. Ну, нет, не очень всё-таки. Чё такой жёсткий-то ты? Из чего сделан? Ситана, что ли? Или... А, всё. Есть. Победа на Тенебрис. 39 тысяч. Приятно. Вот, собственно, ещё один у нас. Ещё один у нас. Ой. Прям наград надавали. Прям нормально наград надавали. Но баги есть. Я по... Чё там было? Я чё-то даже как-то не заметил. Ну, там какая-то хрень была. В любом случае, ребят, мне 90 место показывают. И багцы продолжаются. Опять же, 1-1-1. Ну, собственно, раньше такой баг тоже был. Ну, и сейчас он остался, к сожалению. Но и новые баги, ребят, появились. Новые баги. Куда же без них? Нажимаем вроде как на клан. Ну, хотя уже его и не видно стало. 40 тысяч есть у нас. Прикольно. Ребят, вступайте в наш клан. Клан наш называется Шубин. У нас есть 2 места в акадных. Требуем лучше рейтинг от 100 тысяч. Собственно, гол. Короче, ребят, надо перезагрузить игру. Итак, друзья. Я, собственно говоря, перезагрузил игру. Появились новые штуки. Например, вот такая штука появилась. Это весело. Хотя, почему весело? Я не знаю, почему весело. Почему-то меня опять сюда отправили. Типа, чувак, еще раз покупай. Какого хрена ты не покупаешь? Потому что я уже так, на самом деле, закупился его. По полной, на самом деле, закупился. Сейчас здесь все время. Почему все время эта штука мне показывается? Я же ее давно уже, типа, я уже зашел, посмотрел. Камон, баги. Так, давайте теперь посмотрим, есть ли здесь Моргана. Блин, ее нету, ребят. Ее нету. Ну, кстати, вот эти баги, по крайней мере, прошли. Вроде как. Ну, то есть, опять же, вот, стал лучше. Опять кругленькая штучка стала. Но, тем не менее, 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 Моргана я не вижу. А где Моргана-то? Моргана-то где? Ну, серьезно, типа, ну вот, она же должна где-то быть, правильно? Давайте еще раз посмотрим. Может быть, где-то здесь. Хотя она должна быть, ну, так как, это типа, она должна быть в этих рейдах. По идее. Но вдруг, вдруг, куда-то ее не туда засунули. Или я не так понял. Все возможно. Что здесь у нас? Сигун. Ну, Сигун, Сигунчик. Привет, братан. Братишка, брат. Титан. Мой любимчик. Нету, ребята. Не ту ее нету. Тупо нету. Ладно, заходим куда. Я не знаю, куда заходим. Ну, короче, вот здесь, типа, вот что. Вот есть ученик. Вот есть сундук. Это теперь стал показываться. Я не знаю. Может быть, еще раз перезагрузить. Так, ребят, я еще раз перезагрузил. И еще раз. Уже третий раз захожу в игру. И, ребят, я играю не с эмулятора. Я играю на смартфоне. Все должно быть, по идее, нормально работать. Но, черт возьми, баги, баги, баги. Еще раз мы нажимаем на сундук. И все равно переходим в сундук. Но нам это по большому счету не надо. Мне хочется просто с Морганом. Я что-то не так понял, что ли? В чем проблема? Не могу понять. Где Моргана-то? Где ты, Моргана? Нет ее? Ребят, нету. Я не знаю, у кого-то есть она или нет. Пишите в комментариях. Ходить, я не знаю. Короче, ну, что могу сказать. Придется, видимо, на этом заканчивать. Спасибо, ребята, посмотрел этот ролик. Если вы хотите увидеть тесты. Также еще оружие, которое здесь есть в игре. Которое я еще не успел посмотреть. Это и оружие новые. И, соответственно, какие-то брони. Бронь, бронь новая, да? То, собственно, пишите, ребят, в комментариях. И тогда мы все еще раз затестим. Сделаем отдельный ролик. Надеюсь, вам понравилось. Ребят, ставьте лайки. И, друзья, вам рассказывайте, колокольчик нажимайте. С вами был Максим Шубин. Канал Третье Интересно. Всем удачи. И до скорой встречи. Пока.